всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня снова будет как-то сказать кухонный влог мама будет готовить пироги и лазаньи вот так что кому интересно продолжать смотреть вот понравилось всем это самое с творогом да мама уже прошлый раз у нас делала такие булочки что-то не всем прям приглянулись поэтому делаю пока пока я пока кушаю творог я буду использовать не три пачки а две сегодня на ужин еще сырники вот две пачки творога буду добавлять прямо в тесте обыкновенные булочки с сахаром и сахаром просто булка сахаром слегка сладко она получается понятие другой вот поэтому будет обыкновенное тесто опарное просто добавлением туда творога и дрожжей я буду класть больше чем в обыкновенное тесто потому что она более удобная то есть я положу чуть-чуть вот это в остатки прямо остатки и целую пачку вот этого первое делаем опару опару я буду делать на молоке то есть не на чистом молоке а буду делать добавлением воды то есть как бы жиденькое такое молочко значит стакан где-то молока здесь грамм 200 и буду добавлять водички теплой и стакан водички дрожжи сахар и немножко муку и буду это самое поставлю что-то она поднималась получается где-то полтора пакетика не совсем мало там просто осталось ну в принципе как бы да ну пакет это точно я вот я делаю все по старинке в том смысле что не добавляю в муку как везде пишут вот муку добавили что парка раньше вообще кусочки теста оставляли сахара две ложечки пусть получше а пока будет добавлю это сделать подниматься опара буду уже готовить основную получать три столовые ложки побольше они такие три столовой с горочкой да где-то на стакан вот молока если я например попросила где-то две столовые ложки ты все перемешала теперь что я пойду искать теплое место к батарейке накрою на тумбочку на батарейку пока запаривается опара да теперь делаем занимаемся творогом значит меня беру я две пачки нет я сперва не творог буду я сперва вношу яйцо вот у меня тут пять но я кладу 4 яйца я сейчас немножко разбила яйцо теперь я буду добавлять туда ванилин разрыхлитель тесто потому что творожок и это масло но масло я в этот раз кладу вот такое все время пышка называется ну как бы маргарин масло вот я его всегда люблю брать и кинет наташа не всегда покупает вот поэтому сейчас мы будем так делать а в конце уже буду добавлять вот все в эту массу буду добавлять творог вот разрыхлитель я буду не весь его добавлять где-то пол пакетика вот потому что весь это много теперь все собьем опять хотя последовательность может быть любая единственный как маленький нюанс тот я растопила масло его вот она немножко остыла вот я его добавляю в яйцо горячее нельзя иначе яйцо может свариться вот поэтому он немножко остывшая добавляем когда одна пачка конечно нужно было вручную но поскольку здесь 2 побыстрее вообще если есть гаджет почему им не воспользоваться все таки это же помощники по кухне вообще этот рецепт хорошо чем вот с добавлением его в тесто бывает творог но не съели его сырники тоже вроде бы уже как бы а булочки сделал так вот бум 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 и все и хлеб не надо покупать и вкусно и творожок например дети могут например сырники надоели же детям правильно же вот у меня получилось вот такое тесто ну не тесто как бы вот они все равно немножко с такими крупенками они конечно в тесте будут никуда не деться вот я еще забыла добавить я еще добавила соль она такой солененькой сахар не добавляла повела только соль сахар буду добавлять еще в тесто туда вот и теперь будем ждать когда поднимется опара это добавляется в опару будем дальше теперь мы мама делает лазанью да сделаем сейчас фарш вот у меня здесь лук-порей вот который мы выдрали с грядки его надо использовать вот я там кучок такой у меня жарится вот добавлю фарш будет жариться вот чесночок туда вот потом томат добавляю там специи по вкусу соль и так далее и буду замешивать тесто у меня уже опара подошла сейчас все будем делать поэтому сейчас мы поставим на медленный лучок чесночка я кладу ну вот у меня старый чеснок так посмотрим наверно вот этот весь он уже прорастать начинает поэтому он не такой ядреный вот а в жарке он там не будет особо чувствоваться пикантно будет ну вот вот она у меня тут поднялась уже опустилась теперь буду добавлять творог сюда муку и замешивать тесто а здесь пока мама жарится фарш с ручком да и чесночком а потом пока будет подниматься тесто надо будет делать соус на лазанье вот видите быстро подошло тесто вот она видите творожок видно быстро подошло уже умяла я его вот в общем муки оно должно быть такое вот не густое а немножко такое мягенькая видите немножечко она так липнет к рукам немножечко так вот видите совсем крутым не надо потому что там творог она а творог я добавила разрыхлитель поэтому он такой вот сейчас будем печь а муки ушло где-то полтора килограмма муки да вот у меня пакет двух килограммовый вот немножко на дне вот и он не полный был где-то полтора килограмма где-то ушло сейчас будем лепить видите немножко такое вот оно когда сильно густое оно будет невкусное потому что будет много муки да ну как бы много муки да и это это же как сдоба она такая должна быть пышная ну или дрожжи положила возьми а ты их раскатываешь вот такими тоненькими штучками ну получается веришь разного цвета и разного размера масло какао сахар и все и вот так закатывай пух Подтяну их вот так вот, а потом завязываю, как завяжется. Вот такие штучки получаются. Обычно выпекаем мы при температуре 180 градусов, потому что дальше она иначе сохнет, горит, может не допечься, может сгореть и не допечься. Вот такие вот. А потом буду просто булочки делать. Сейчас мы будем делать соус для лазаньи. Вот я беру вот это масло, которое я специально попросила Наташу мне купить, которая топлёная. Вот я кладу, вообще вот я сюда кладу побольше масла, сейчас вот как бы не ложку столовую, а где-то побольше, наверное, ложки две-три. Будем делать соус обыкновенный, ну это как бы, ну я называю это молочный соус. Мне просто нравится это масло, оно очень такое вот натуральное. Вот в прошлый раз я делала, то есть получился соус без комочков. Сейчас будем растапливать, добавлять муку еще, ну как обычно, как обычно. Только я его делаю на медленном огареечке. Оно растаяло, тает. Вот сейчас буду добавлять я муку. Раз. Два. Три. Четыре. Потому что я беру побольше муки, потому что мне нужна целая кастрюлька. То есть я вот так вот буду, совсем маленький огонек, вот он, такой вот, и вот буду вот так вот стоять, крутить, 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 крутить. Вот. Вот оно будет вот такое вот. Вообще я считаю, вот соус когда делают, это высший пилотаж. Да? Да. Вот оно, видите? Вот так вот буду, чтобы не подгорало, чтобы не свернулось. Вот так и будет вот так вот. До какого состояния? А вот должно запахнуть печенками. Такими вот. Обыкновенными печенками, которые, ну как вам сказать, не вот эти детские, а вот раньше были юбилеи, ну такие вот, раньше были. Ну вот, а теперь самый такой вот этап, когда начинаешь добавлять жидкость, и чтобы оно не свернулось. То есть вот ловенчик, и вот начинаю потихонечку, вот пока стакан молока. Видите, чтобы оно вот так налила, и теперь буду размешивать, размешивать, размешивать все время, чтобы вот не было... Сейчас еще добавлять надо будет. В общем, самый такой процесс. Конечно, самое простое, это вот когда мука сухая, разъем и бульк сделал, и все. Вот теперь надо будет вот так все время размешивать на медленном огне. И давайте еще добавляем. Видите, девочки, вот как получается, почти нету комков. Вот чем оно хорошо, натуральное масло, что вот оно, видите, вот сейчас я бы добавляю, и оно уже не сваривается, вот эта мука. Если остаются там маленькие комочки, но они потом в итоге разбиваются. Вот, и вот. Вот это второй стакан молока. Вот второй стакан молока. Вот так вот его все время мешать, 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 мешать. На маленьком огоньке все вот так вот. Вот. Сейчас остановимся. Вот опять. Видите, он почти, почти без комочков. Надо все время его мешать, 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 мешать. Нельзя оставлять. То есть... Вот. А потом вот второй стакан молока, а потом я уже буду, для полного уже будет добавлять водичка, потому что, чтобы не так жирно было. Молоко, масса натуральная, чтобы не было такого. Вот так вот. Вот. Вот все. Все. Ну, теперь буду стоять, стоять и мешать. Угу. Ну, вот он начинает загустевать. Вот я все время стою, мешаю, мешаю, вот все. Вот он начинает загустевать. Теперь я буду добавлять водичку. Подобавлю. Вот так вот. И опять все. Вот стою, все время мешаю. Вот. Угу. Вот. Вот. Бывает и не получится. Бывает комочками. Вот не знаю. Не настроение или еще что-то. Вот он опять начинает загустевать. Угу. Потому что все равно я сюда добавлю. Он будет густоватенький. Я добавлю сюда сыр потом. Угу. Вот. Вот сейчас я его сделаю. Вот. А потом буду уже добавлять. До вкуса довозить. Мне нужна целая кастрюлька. Угу. Поэтому я всегда люблю, когда много масла, оно не схватывается. Как бы в масле это растворяется, мука, и она не схватывается, не сваривается. Угу. Клещером. Хотя и вот так может схватиться клещером. Это такое дело. Я же говорю, соус это вообще высший пилотаж, мне кажется. Угу. Потому что это, да. Вот сейчас опять, вот видите. Вот чем она мне нравится. Не маргарин, даже не масло сливочное, а именно вот оно как топленое масло. Вот оно чем? Натуральное. Хотя и говорят, что взят. Какой там? Ну вот, я довела до двух почти литров. Вот видите, там максимально два литра. Еще добавила воды. Добавила соль. Посолила. Добавила... Ну это остатки. Хмели-сунели там. Ага. Неполная пачка была там вообще. Там меньше половины было. Она старенькая, поэтому я все высыпала. Добавила черный перец. Добавила кинзу, травку. Вот. Сушеная. Сушеная. Все сушеная, да. Ну вот остатки высыпаю, чтобы не выкидывать. Вот. Вот. И вот так вот попробовала. Ну так. Солененько. Вот. И добавила я огонька побольше стала. Вот. Добавила. Вот. И даю провариться, чтобы вот эти травки... И все равно продолжаю мешать. Чтобы эти травки, они как бы отдали вкус этому соусу. Вот. Вот. Я понимаю, что это может быть не классический. Может быть еще что-нибудь. Но я делаю вот... Вот как делаю. Как у меня едят. Как умеешь, грубо говоря. Ну и как умею, да. Нет. Почему? Я же раз делала мясо строго по рецепту. И вам не понравилось. Потому что был вкус не мяса, а специи. Но я взяла вот все как по рецепту. Поэтому я уже делаю. Ну, после этого я стала делать так, как чтобы я делала. Вот. И вот побольше сделала огонек. Чуть-чуть побольше. Вот такой вот. Побольше. Продолжаю мешать. И вот он загустевает. Вот он сейчас загустеет. Я выкручу. И буду уже делать... Уже буду закладывать. Вот поливать. Вот и все. Сейчас он еще проварится. Вообще соусы они как бы долго должны вот так вот... Вкус вот это все притереть друг к другу. Специи отдать. Соус и так далее. В общем-то да. Черный перец и говорила, да? Да. Досыпала вот. Черный перец. Я черный перец везде добавляю. Острый не очень. Острого у нас и нету. Вот он, видите, уже наверху не плавает. Вот он пошел такой вот густотоватенький. Видите? И он вообще почти без комочков. Видите, он загустел без комочков. Вот. Потому что вот я кончила мешать и уже смотрю уже. Ага. Начинает пригорать. Видите? Не пригорать, а вот садиться. Все. Вот он загустел. Уже дальше не буду я по днище скрябать. И вот сейчас выкручу. И все. Все. Еще помешаю. Пусть он такой. А сыр этот положь? А сыр буду когда уже заливать сверху эти листы. Угу. Вот такой глубины нужно. Угу. Маслится. Не знаю для чего. Ну, машется. Ну, чтобы не пригорело, не прилипло. Да. Маслится. Ну, чтобы не пригорело, не прилипло. Маслится. Вот чем хороши вот эти листы, их не надо отваривать. Это самое главное. Ты вот помнишь? Я вот эти борелла купила маме. Да. Их не надо отваривать. Вот. А вот первый раз, когда вот были, это вот мы когда их отварили. Это надо их вот выложить, чтобы они не слиплись. Это жуть. Угу. В общем, буду. Конечно, вот эта емкость не подходит сюда. Угу. По форме. Ну, что делать? Вот. Вот. Вот так вот. Всё. А, кстати, забыли сказать, это обжаренный фарш уже с томатной пастой. Да. С томатной пастой. Со специями. Со специями. Ну, тут лук там, да. Всё. Посолено. Здесь две пачки. Две пачки по полчелок где-то. То есть килограмм фарша. То есть килограмм фарша. Получается вот такую. Да. То есть если хороший такой протвешок делать, то это, наверное, фарша килограмма два. А, с сыром. С сыром. С сыром. С сыром. С сыром. Видите, какой? Ну, в общем, вот так вот слоями выкладываешь, да? Да. Вот так слоями выкладываю. А потом заливаю соусом. Ну, соус я добавлю обязательно ещё. С сыром. С сыром. С сыром, да. Ну, вот я выложила. Тут осталось три штуки. Я их сюда тоже положила. Вот. Теперь сюда буду выкладывать. Ну, немного. А этот оставлю на подсыпку сверху. Сейчас перемешаем всё это. Вот он. И теперь... Вообще должно быть всё закрыто, конечно. Если, конечно, будет не закрыто, добавлю водички. А что делать? Ну, вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Видишь, они так. Что делать? Что делать? Опа! Это она. Видишь? И вот такие вот булочки у нас получаются. Мама сделала их просто разными. Вот это просто булочки. Нет, это булочки. Ну, в общем, разными она сделала. Здесь булочки у неё просто булочки. Не знаю с чем. Ну, в общем, просто булочки. Да. А вот это вот получились те, которые она первые делала с какао. Вот они вот так вот. Ну, тут маленькие, большие какие получились. Это просто обычные булки без добавления уже сахара и какао. И вот такая получилась вкусная лазанья. Вот эти листы, которые вот так торчали, они опустились вниз. И, в общем, вкуснятина. Но я, кстати, лазанью не очень люблю. Вот.